на мой взгляд больше всего на развитие кибербеза в россии влияет страх пока гром не грянет не перекрестится поэтому к счастью или к сожалению но там в этом году с точки зрения кибербеза это явно шаг вперед потому что в тяжелых кибер боях сотрудники закаливались получали новый ценный опыт в противодействии реальным угрозам и многие компании например в этом году всерьез озаботились не только технологической составляющей вокруг там своих соков и вокруг информационной безопасности но и процессной составляющей то чего не было многие годы в российской федерации это например инцидент респонс планы то есть планы по реагированию на инцидент что делать если контроллер домен скомпрометировал в этом году компании столкнулись жизненной необходимости побегали как белочки по кругу и в итоге сейчас там выработали планы понятное дело у зрелых игроков у зрелых компаний из определенных отраслей все было хорошо ну то есть финансово-кредитная организация наверное одни из самых впереди идущих с точки зрения процессов технологий зрелых это заслуга и регулятора и заслуга того что хакеры злоумышленники первую очередь охотились за деньгами но сейчас можно сказать что новый виток происходит развитие угроз и прямая монетизация там может достигаться например через шифровальщики если мы говорим про стандартный классический кибер криминал который нацелен на максимально быстрый заработок денег если говорить про высокоуровневые группировки или наоборот кибер хулиганов там на первом месте сейчас выходит их активизм до силу опять же сложившейся ситуации он неоднозначный с точки зрения некоторых областей мы лишились части технологий замены которых нет и естественно нам приходится их разрабатывать прорабатывать второй момент мы сильно сократили конкуренцию и конечно кто-то будет этим пользоваться например нанимая сайлов они разработчиков в угоду того чтобы как отвоевать и откусить долю рынка но видны и положительные тренды и с точки зрения персонала и с точки зрения сотрудников самое интересное сейчас для заказчиков это не узнать про новые технологии хотя и это тоже из первых уст услышать практически полезную информацию которую они способны применить у себя им не нужен космос им нужно как жить в текущих условиях и как минимальными вложениями потому что с бюджетами у некоторых компаний там у многих компаний проблемы да вот как с минимальными вложениями повысить киберустойчивость организации и здесь но самый простой ответ процессы занимайтесь этим все будет хорошо те страны которые пытаются найти независимый полюс с геополитическое соображение и они вполне нормально пользуются нашими услугами многие компании распространяют продают и предлагают свои продукты по всему миру с определенными геополитическими ограничениями но там все знают что там например антивирус касперского это там реклама лучший в мире и это доказывают тесты и на самом деле с продуктами компании позитив технологии с такая же история с продуктами компании простелеком solar с точки зрения например анализа кода тоже а есть вполне яркие конкретные примеры когда в честной борьбе технологической в сравнении мы оказывались там лучше или может быть оптимальней под решение конкретной задачи конкретного заказчика поэтому да мы вполне конкурентоспособны как отечественный рынок мне кажется не очень справилась в моменте большинство инцидентов первых месяцев показали наличие детских ошибок и проблемы с кибер-гигиеной самая популярная уязвимость через которые ломали были даже не этого года даже не все были прошлого года и это вопрос просто системного недосмотра отсутствия процесса второй момент это надежда на средства защиты все почему-то были уверены что если стоит средство защиты она обязательно защитит неправда средства защиты перестали так работать еще лет 10 назад и на самом деле единственное что позволяет минимизировать последствия это следить за тем что собственно фиксировать средства защиты как-то оперативно реагировать с оперативным реагированием тоже все так себе было поэтому огромная нагрузка была на сервис провайдеров когда к ним в моменте прибегали говорит спасите здесь и сейчас и на самом деле мы очень быстро адаптировались это наверное огромный плюс то есть буквально два-три месяца и массовые атаки пошли прям на спад значительно и это говорит о том что скорее всего они перестали быть эффективными ну и громкие утечки они вот прям так массово перестали происходить дальше у нас наступило лето и там уже были атаки скорее событийными которым опять же кто-то готовился кто-то не готовился событийными я имею не знаю сезон отпусков атака на билетную инфраструктуру поступление вуза атаки на приемной комиссии в большинстве случаев мы научились предугадывать все это и поэтому многие компании готовы были к нападениям и позаботились о своей защите и самый наверное для меня яркий пример это событие начала сентября когда у нас было там несколько важных государственных мероприятий которые прошли очень спокойно при этом из плохого многие компании думают что если у меня не наступило последствий вот прям вот тогда весной значит все нормально но на самом деле вот есть прям уверенность что подтверждены факты что многие компании оказались компрометированы тогда а последствия могут наступить позже и они будут значительно более серьезными нежели просто шифрование инфраструктуры или дефейс веб-сайта и это то на что надо обращать сейчас внимание и пользователи сотрудников и б плюс есть хорошие вещи описаны в том же 250 указе точнее в тз мин цифры по анализу недопустимых событий касаемой проверки гипотезы компрометации инфраструктуры то есть прежде чем вообще как-то идти дальше а вы убедитесь что вы не скомпрометированы и это можно сделать внешней услугой если например внутренних компетенций нет но это то на что стоит обратить внимание мне кажется что носок форуме мы не уместили тот весь контент который хотели магнитка позволяет в более широком формате порассуждать на те же темы единственное что мне точно хотелось бы сделать это заранее спрофилировать публику то есть на кого мы рассчитываем мероприятие если это менеджмент значит там не должно быть наверное прям глубоких хардкорных технических мастер-классов а должно быть больше дискуссий и клиентского опыта если мы рассчитываем наоборот на рядовой состав ну соответственно меняем местами тезисы и получаем то же самое то есть должна быть очень хорошо продумано спрофилирована программа но от всех слышу запрос на диалог диалог не только с регулятором но и диалог внутри отрасли между отраслями потому что все делятся опытом кто-то ушел вперед кто-то ушел назад кто-то придумал лайфхак у всех ситуация разная но почерпнуть пользу можно ото всех уважаемые коллеги мы истосковались друг по другу и каждая очная конференция это демонстрирует магнитка это особое место в котором мы все предстаем самими собой играем в хоккей катаемся на лыжах вместе поем в караоке слушаем доклады и активно обсуждаем а текущие нормативные акты я вас приглашаю на магнитку чтобы вместе встретиться и обсудить то что всех нас волнует в области кибербеза и Субтитры создавал DimaTorzok